Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. Какая дискуссия началась сразу же после того, как президент Путин сказал, что русские украинцы – это один народ. Эта дискуссия только укрепила меня в той мысли, которая преследует меня многие годы. Мы очень плохо знаем историю Украины и украинского народа. Мы должны были бы приложить колоссальные усилия для того, чтобы разобраться в этой истории, и тогда многое нам было бы понятнее. Я даже представляю себе, на каких ключевых узлах украинской истории нужно было бы сконцентрировать внимание. Ну, ясное дело, начать надо было бы, конечно, с Первой мировой войны. Почему? Потому что украинский народ – это разделенный народ. Восточные украинцы входили в состав Российской империи, а западные украинцы в состав Австро-Венгерской империи. Галиция, вот где жили западные украинцы, это была провинция Австро-Венгрии. Конечно, сегодня на Австро-Венгрию смотрят уже другими глазами, потому что по сравнению с тем, что происходило потом на этих территориях, жизнь самой Австро-Венгрии уже не рисуется такой ужасной, какой она казалась когда-то, там, сто с лишним лет назад. Тем не менее, конечно же, Галиция ощущала себя провинцией, провинцией заброшенной, провинцией пренебрегаемой и провинцией обиженной. Эта обособленность, наверное, укреплялась еще и тем, что своя религия, там унятство, а греко-католическая церковь. Когда началась Первая мировая война, конечно же, возникли те мысли, которые будут потом преследовать украинских деятелей, что открывается шанс на новую жизнь. Когда Австро-Венгрия потерпела поражение и стала распадаться, то на Западной Украине возникла идея создания собственного государства. И даже превозгласили во Львове Западноукраинскую республику. Но она была немедленно подавлена замечательными соседями, поляками. Польша, которая только что вернула себе собственную государственность, начинала с того, что приобретала территории. Мысль о том, что соседи украинцы имеют такое же право на собственное государство, а новым руководителем Польши во главе с будущим маршалом Пилсовским в Голу не приходило. Туда отправили только что сформированные части польской армии. Они задавили Западноукраинскую республику. Я был там сколько-то лет назад на кладбище, где похоронены сечевые стрельцы. Его привели в хорошее состояние. Это те, кто пытался защитить самостоятельную Западноукраинскую республику от польских войск. И не удалось. На Восточной Украине тоже проснулись национальные идеи после Февральской революции. Это был достаточно долгий период, очень драматический. Пожалуй, нигде на территории бывшей Российской империи не происходили такие драматические, трагические события в годы революции, гражданской войны, как на Украине. И не зря один из видных украинских мыслителей говорил, что историю Украины нельзя читать без Брома. Бром в ту пору единственное успокаивающее средство. В современных таблетках еще не существовало. Прошло несколько этапов. Там создалась Рада, которая приняла на себя управление губерниями, входившими в Украину. Сначала речь шла об автономии, потом бывшая Российская империя рисовалась как конфедерация, а после Октябрьской революции, после того, как большевики взяли власть в Петрограде, Украина отделилась. Большевики были в трудном положении, потому что, с одной стороны, лозунг был полного самоопределения нации, с другой стороны, Ленин сформулировал, что мы, естественно, украинцы вправе поступать, как они хотят, но мы поддержим украинских рабочих против украинской буржуазии. Поэтому одна республика, Украинская народная республика была провозглашена в Киеве, а украинские большевики собрались в Харькове и провозгласили Украинскую Советскую республику. Началось противостояние двух Украин. Естественно, в 1917 году, в 1918 году проявились национально мыслящие украинцы, которые мечтали о создании собственного независимого государства. Но они нашли весьма ограниченную поддержку. И я понимаю, почему. Ввиду сложности ситуации на этой территории. Но в самом Киеве украинцы заставляли в ту пору 20% населения, всего лишь один пятый. Остальные были русские, поляки, евреи, представители других этнических групп, которые в общем отделения Украины не хотели. Владимир Винниченко, один из деятелей украинского национального движения, который в России был больше известен как писатель. Никита Сергеевич Хрущев любил цитировать один из его рассказов. Так вот, Винниченко делил своих соотечественников на три категории. Первый – это малороссы. Это те украинцы, которые русифицировались. Второй – это хохлы. Я цитирую Винниченко. Это те, кто знает украинский язык, но не думает о самостоятельности государства. И, наконец, национально мыслящие украинцы. Их оказалось не так много. Украина была невероятно сложной. Мне потом это, пожалуй, я, конечно, прочитал очень много книг и воспоминаний, пытаясь нарисовать себе эту картину. Но явственно она стала много позже, когда я несколько лет назад был в Кишиневе. Там друзья устроили такую удачную поездку, встреча с молдавскими историками. И мне открылась невероятная картина. Это достаточно по численности. Небольшая республика невероятно расколот. Она расколота. На молдаван, которые считают себя румынами и полагают, что никаких молдаван нет, есть только румын. На молдаван, которые считают себя молдаванами и считают, что Молдавия должна существовать как самостоятельное государство. На молдаван, которые не могут понять, кто они. А еще на русских, гагаузов, евреев и так далее. Там были еще множество этнических групп, которые ощущают себя сложно. В таком же сложном примерно положении, как я понимаю, оказалась расколотая Украина. Поэтому там и такие бушевали страсти. Тем более, что самостоятельности украинской, как выяснилось, хотели весьма немногие. Рада, которая приняла власть в 1917 году, очень быстро утратила расположение собственного населения. И тогда к власти пришел шедший в историю Гетман Скоропадский. Вообще-то говоря, он генерал русской армии, командовал корпусом в Первую мировую. Он изображается в литературе, как персонаж такой сатирический, вызывающий смех. На самом деле был вполне серьезным человеком, сформировал в Киеве профессиональное правительство без этнических уклонов. На заседаниях кабинета министров говорили по-русски, не испытывал никаких этнических предубеждений. Пытался создать такое консервативное политическое устройство, но не пользовался тоже никакой практической поддержкой. И тогда он обратился за помощью к немцам. Это тоже одна из сложностей того периода. Значит, большевики, когда пришли к власти, поспешили выйти из Первой мировой, предложили Германии другим государствам Четверного союза, которые сражались против России и остальных стран, Антанты, мирные переговоры, которые в Брест-Литовске начались. Когда Украина провозгласила свою независимость, то украинское правительство тоже пожелало участвовать в переговорах и заключило мирный договор с Германией еще быстрее Советской России. Германия была счастлива, потому что рассчитывала на украинское зерно. Германия и Австро-Венгрия. Потому что обе страны несли чудовищные потери, умирали люди от голода. В Первую мировую от голода умерло примерно 600 тысяч немцев и австрийцев. Поэтому немцы были счастливы этому миру. Гетман Скоропадский видел в Германии опору и пригласил в страну германские войска, и кайзеровская армия вошла на Украину. Да, это поддержало на некоторое время Гетмана Скоропадского, но, естественно, совсем уж настроило людей против него. Конечно, немцы в 18-м году вели себя не так, как немцы в 41-м. Это совершенно другие были две страны. Но, тем не менее, оккупация есть оккупация. Чужая армия оккупировать твою страну никаких добрых чувств ты испытывать не можешь. Но кайзер надеялся на этот союз. Он поехал в Берлин, его принимал кайзером, ему показывали. О военную промышленность, он говорил о союзе, который сплотит два государства. Но к этой идее рухнули из-за Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Потому что Германия потерпела поражение. В конце 18-го года военная в Первой мировой войне. Там началась революция, кайзеровский режим рухнул. И немецкие войска покинули Украину. Естественно, рухнул режим. Против независимости Украины выступали не только большевики, но и белая армия. Антон Иванович Деникин занял Киев и заявил о том, что, конечно же, Украина является частью России. Это был лозунг белого движения. Единая и неделимая Россия. Большевики выбили Антона Ивановича Деникина из Киева. А руководителем национально мыслящих украинцев стал Симон Петлюра. Известная фигура. Ну, вообще говоря, он был Семеном, конечно же, но на французский манер назывался Симоном. Учился в семинарии, как Сталин. Был исключен из семинарии. Между прочим, работал до революции в Москве. В страховом обществе России. Который располагался в том самом здании, где потом расположился ВЧК на, ныне, на Лубянской площади. Симон Васильевич Петлюра был человеком восторженным и охваченным национальной идеей. Он не очень хорошо видел. Был близорук, очки не носил, стеснялся очков. Считал, что политику очки не нужны. Но в определенном смысле это влияло. На него он не очень хорошо видел ситуацию. Потому что число его сторонников скукожилось до нельзя. Украина была разорвана на части. И нигде так много не пролилось крови. Нигде не было такого ожесточения в годы гражданской войны, как на территории Украины. В конце концов, Петлюра сделал примерно то же самое, что Павел Павлович Скоропадский. Он обратился за помощью к внешней силе. К Польше. К Юзефу Пелсуцкому, попросив его помощи. И в Киев вошли польские войска. Таким образом, Петлюра хотел сохраниться у власти. Но началась война между Советской Россией и Польшей. И польские войска покинули Киев. И вместе с ними ушел Петлю. И Украина вновь была разделена. Восточная Украина, основная часть Украины вошла в состав Советского Союза. А западная Украина оказалась частью Польши. Надо сказать, что польская власть очень плохо относилась к национальным меньшинствам. И украинцы в Галиции ощущали себя под этим прессом полонизации. Поляки называли западную Украину восточной Малопольшей. И именно там, в Галиции, между двумя войнами и сформировался украинский радикальный национализм, который взял на вооружение методы террора. Довольно много украинцев оказалось в эмиграции. И организация украинских националистов была сформирована Евгеном Коновальцем в эмиграции. Но на территории Галиции сформировались подпольные ячейки, подпольные организации, где очень быстро проявился молодой человек, которого звали Степан Бандера. Папа, его священнослужитель, был депутатом парламента, недолго просуществовавший в Западноукраинской республике. И эти идеи, конечно же, существовали в семье и произносились. Степан Бандерас рос в ощущении, что вот украинцам не дали возможности реализовать свои национально-государственные устремления. И был полный решимости добиться реванша, и был полный решимости действовать любыми путями. Он считал, что террор самое надежное средство. И он организовал несколько терактов очень громких в ту пору. В первую очередь, против поляков были обращены эти теракты. Убили министра внутренних дел Бронислава Пиратского, министра польского санационного правительства. Но охотились и на советских людей во Львове, в генеральном консульстве советском. Убили сотрудников генерального консульства. Эти теракты сделали Бандеру невероятно популярным в определенном кругу. Отдельной темой, я представляю себе для изучения, была бы, конечно, жизнь Украины в 20-е и 30-е годы. История с Голодомором. Когда началась политика коллективизации и раскулачивания. Жертва, которая пала к крестьянству на всей территории Советского Союза. Ограбление деревни привело к тяжелейшему голоду и к огромному количеству смертей. И украинские ученые говорят о Голодоморе, как о сознательном стремлении Сталина уничтожить именно украинских крестьян. Российские ученые не совсем согласны с этой концепцией. Я спрашивал наших лучших специалистов, кто очень хорошо посвятил жизнь изучению сталинской эпохи. Они говорят, что смерть такого количества людей стала результатом сталинской политики раскулачивания и коллективизации. Смысл, который состоял в том, чтобы забрать из деревни все зерно. Поэтому умирали люди в больших количествах и в других регионах. Чудовищно пострадал Казахстан. Понес невероятные демографические потери. На территории России погибло очень много людей. Но эта сфера, ввиду болезненности для украинского общества, конечно, нужно бы продолжать изучать. Потому что наши ученые говорят, что все еще недостаточно рассекречено материалов того периода. Все еще они рассчитывают увидеть материалы, засекреченные по сей день материалы политбюро, которые могут пролить определенный свет на то, что именно тогда говорилось и думалось в высшем руководстве Советского Союза. И неизвестно, что Сталин, конечно, глубоко не доверял Украине. Это правда в его письмах есть. Это, к сожалению, в письме Кагановича. Он пишет там на Украине 500 тысяч членов коммунистической партии. Сколько там петлюровцев и пилсутчиков. Это верно. Это отношение, оно проявлялось. Конечно, этот этап требует очень серьезного изучения. Другой важнейший период, который должен быть изучен, это 1939 год. Вступление Совет Красной Армии на территорию Западной Украины, где красноармейцы встречались цветами, потому что западные украинцы были счастливы избавлению от польского иго. Но от польского владычества, от польского угнетения. Тогда, между прочим, были освобождены все те, кто потом войдет в бандеровскую организацию, потому что поляки не только по суду хватали членов бандеровской организации, но там был такой лагерь в Березо-Картуской. Это такое местечко, сейчас оно входит в состав Белоруссии, я там был. Там был такой лагерь, комслагерь, куда сажали даже без решения суда. Польская полиция охватала украинцев, национально мыслящих украинцев, украинское такое подполье украинцев, которые ненавидели польскую власть, и там их просто морили, делали все, чтобы эти люди не выжили. Эти люди вышли на свободу, вышел на свободу Степан Андреевич Бандера в 1939 году. Дальше начинается очень важная и интереснейшая история, важная для понимания, украинцев, оказавшихся на оккупированной немцами территории Польши. Польша перестала считать как государство, там было создано генерал-губернаторство под управлением немецкой оккупационной администрации, где к украинцам относились лучше, чем к полякам. И понятно почему. Потому что поляки подлежали фактически уничтожению, если бы Третья Рейх просуществовала дольше, я думаю, что поляки как народ бы исчезли. А украинцы нужны были как союзник, намечавшийся в войне с Советским Союзом. Это тоже большая и сложная глава истории, в которой видно, что руководители украинского движения начинают поиск сотрудничества с немцами в надежде, что немцы помогут создать собственное государство. Хочу обратить внимание вот на что. Эти деятели украинского национального движения видели, что немцы творят на оккупированных территориях. Как они уничтожают евреев, как они относятся к полякам. Они видят преступный характер этого режима. Их это нисколько не смущает, то, что уничтожает других. Но очень важно понять, что они это видели, сознавали, что происходит. Их нисколько не удивляло. Когда немцы напали на Советский Союз, то Степан Андреевич Бандера увидел шанс создать собственное государство. И вместе с немецкими войсками, вступившими ровно 80 лет назад во Львов, туда прибыла группа посланцев Бандера во главе с его заместителем в организации украинских националистов Ярославом Стецко, которые во Львове провели торжественное собрание. Провозгласили создание независимого украинского государства. То вышел на балкон. Да, здание существует, балкон еще есть, я его видел. Выступил перед жителями Львова. Потом поехали на радио, он там рядом находился. Оттуда сообщили уже на весь мир о создании украинского национального государства. И составили бумаги, обращения в имперское министерство иностранных дел нацистского рейха. Немцы были крайне изумлены. Дальше начинается история, которая, конечно, требует тщательного изучения и понимания. Потому что, когда Бандеру и его соратников обвиняют в сотрудничестве с немцами, говорят, что они соучастники преступления, то сторонники Бандеры говорят, ну какой же он соучастник, если немцы его сразу же в 41-м году и посадили. За что посадили? Не за то, что Бандера и его соратники выступили против Третьего рейха, против методов оккупационного режима, против того, что немцы творили на оккупированной Украине. Посадили его за самоуправство. Когда до немецкой оккупационной администрации прежде дошли сообщения о том, что Стецкоп разгласил создание государства, то этих людей вызвали и спросили, а вам кто разрешил? Бандеру сказал, что нет, это мы вот так и решили сами. На что ему немецкая оккупационная администрация объяснила, что на этой территории, на оккупированной немцами украинской территории хозяин один – это Гитлер. И только он будет решать, что здесь происходит. За это самоуправство Бандеру и других посадили за решетку, потому что никакой независимой Украины создавать немцы не хотели. Бандера сильно ошибся относительно намерения немецкого командования. У него перед глазами находился пример Хорватии. Когда немцы оккупировали весной 1941 года Югославию, то государство это распалось. И Хорватии Гитлер разрешил создать хорватским националистам, точнее, скажем так, во главе с Антоповеличем, Гитлер разрешил создать собственное государство, которое находилось, конечно, под немецким протекторатом фактически. И Бандера думал, что Гитлер так же поступит и с ним, и тоже даст ему возможность создать такое государство. Но большая равенство между Хорватией и Украиной. Территория Хорватии Гитлера не интересовала. А территория Украины интересовала, потому что это была богатая зерном земля. И немцы очень рассчитывали на то, что они сумеют ограбить Украину и жить с этой земли. Поэтому Украина уже была поделена, частью была включена в состав генерал-губернаторства, образованной территории оккупированной Польши. Часть передали Румынии, а, скажем, Крым должен был стать колонией, на которой после войны разместились бы колонисты из СС. Это Гитлер присмотрел для себя. Там он собирался создать такой райский уголок для своих соратников из Главного управления имперской безопасности и войск СС. Так что Степан Бандера сильно ошибся относительно намерений тех, с кем он хотел сотрудничать, кому он хотел служить, то есть немцам. Одни и те же люди устроили во Львове массовое уничтожение евреев и поляков, и они же провозгласили создание независимого государства. Одно хочется вспоминать, а другое нет. В этом сложность тех кровавых событий. Почему у Бандера нашлось столько поклонников? Потому что создать государство никак не получалось. И организация украинских националистов воспринималась, как единственный защитник украинского народа. Но вот что самое удивительное. Эти аресты Бандера и его соратников не изменили настроение украинских националистов, которые продолжали служить немецкой оккупационной администрации. Они шли не только служить в администрации, охотно нанимались надзирателями в концлагерях, во вспомогательную полицию. Отметим, никто не заставлял, никогда немецкая администрация не заставляла идти в каратели, ни в полицейские формирования, ни в надзиратели концлагерей. Это была исключительно добровольная работа. Шли с удовольствием, шли с огромным удовольствием. Видели, что немцы творят на оккупированных территориях и все равно шли. На меня произвело колоссальное впечатление история с формированием дивизии войск СС Галичина, которая формировалась на территории Западной Украины и западных украинцев. Служить Гитлеру и Гиммлеру, надеть эсэсовскую форму и воевать в рядах вермахта изъявило желание 100 тысяч молодых украинцев. 100 тысяч. Взяли немцы значительно меньше, им столько не нужно было. Но 100 тысяч подали заявки. Это значит, что в их семьях, и в человеке, о молодых людях, которые, конечно, руководствовались тем, что думали в семье, о чем говорили в семье, значит, в таком огромном количестве семей говорили о том, что это правильно, что это нужно сделать, что нужно пойти и воевать под знаменами Гитлера. Это очень важное обстоятельство, которое объясняет, что тогда происходило. Что ровно 80 лет назад, когда Красная Армия оставила Львов, там начался страшный еврейский погром. И на протяжении всех последних лет защитники Бандеры и зации украинских националистов говорят, что нет, нет, они были непричастны, это все сделали немцы, а эти только иногда помогали. Это не было такой, политики такой не было. Нет, была политика. Политика организации украинских националистов была злобно-националистическая. Имелось в виду изначально создание национально-этнического государства, в котором не будет ни евреев, ни поляков, ни русских. От них от всех надо избавиться. И погромы страшные, которые ровно 80 лет назад происходили на территории Львова, а потом на территории других городов и местечек Украины проводились, конечно же, украинскими националистами. Как немцы на оккупированных территориях смогли бы понять, кто тут еврей, а кто не еврей? Это в Третьем Рейхе годами сидели сотрудники Главного управления имперской безопасности и выясняли по книгам церковным, у кого еврейские родственники. Но это же все были люди, говорившие по-немецки. А как немцы, которые говорили только по-немецки, на территории Украины, не знаю ни русского, ни украинского, поняли, кто в этом доме евреев, в этом многоквартирном доме? Конечно, это могли сделать только с помощью местного населения, который охотно говорил, вот этих людей посадите, вот этих людей убейте, а вещички-то мы их заберем сами. Конечно же, это были погромы чудовищные, устроенные злобными местными националистами. Но дальше начинается еще голова, сложная, потому что формируется большое количество военных формирований, украинская повстанческая армия, которая в изображении поклонников рисуется как сила, выступавшая за создание независимого государства, воевавшая против немцев и против Красной армии, и в силу этого заслуживающего уважения. Но позволю себе заметить, что всякий, кто в годы Второй мировой войны стрелял в солдат антигитлеровской коалиции, был соучастником преступления Третьего рейха, потому что он помогал Третьему рейху существовать, он затягивал существование этого преступного режима. Люди, которые стреляли в красноармейцев, заставляли Красную армию отвлекаться от главной задачи уничтожения вермахта и уничтожения Третьего рейха. Всякий, еще раз скажу, кто стрелял в Красную армию тогда, был соучастником, тот был на стороне Третьего рейха, и никакого иного толкования здесь невозможно. Конечно, еще огромная история, это то, что происходило потом, уже после войны, как боролись с украинским националистическим подпольем, но сейчас, наверное, с этим проще историком, потому что на Украине рассекретили весь массив документов, и здесь можно и нужно работать. Это тоже невероятно сложная и важная страница истории. Другая важная глава – это история Украины после сталинское время. Дело в том, что руководителем Советской Украины с довоенных времен и всю войну, и послевоенные годы был Никита Сергеевич Хрущев, который после Сталина стал руководителем Советского Союза. Он, в отличие от Сталина, симпатизировал Украине. Он, вообще говоря, не хотел ехать руководителем Советской Украины, когда Сталин ему сказал, что вот надо вам стать первым секретарем ЦК. Хрущев отнекивался, говорил, что я украинский не так хорошо знаю. Вот Кассиор, этого предшественника на посту первого столяга ЦК, вот он по-украински легко говорит. Но Кассиора расстреляли, а Никита Сергеевич отправили. И он проникся в симпатии к Украине. И уже будучи руководителем Советского Союза, постоянно ездил на Украину, делал что-то хорошее в Украине, вспоминал Украину, цитировал украинцев и продвигал украинских партийных чиновников. Вот Хрущевское десятилетие – это, между прочим, время, когда поток, большой кадровый поток из Киева устремился в Москву, и выходцы с Украины занимали руководящие должности в партийно-государственном аппарате. Вторым человеком в партии он сделал выходцы с Украины, руководителя украинского компания Алексея Кириченко, Сири Ларионовича, малосимпатичного джентльмена, судя по воспоминаниям, очень жесткого, грубого. Из-за него Леонид Ильич Брежнев. Почему войну прошел? Просто плакал. На президиуме ЦК обсуждался. Просто плакал. Так с ним Кириченко поговорил. Леонид Ильич, он не барышня. В конце концов, Никита Сергеевич от него избавился. Через какое-то время опять взял вторым человеком в партии, тоже руководителя Украины, Николая Викторовича Подборного. То есть Хрущеву все время тянуло к Украине. Украину он всячески поддерживал, считал наиважнейшей республикой. Украинцы это ощущали. Далее было какое-то совещание, на котором Хрущев говорил о пользе социалистического соревнования. Руководитель Советской Украины говорит, а вот мы хотим посоревноваться тоже. Хрущев говорит, а с кем бы вы хотели посоревноваться? Как с кем, сказал руководитель Советской Украины? С России, конечно, а с кем? Ищем. Руководителем Советской Украины в последний момент Хрущев сделал Петра Ефимовича Шелеста. Человека, который оставил нам воспоминания. Благодаря этому мы очень много знаем об этом периоде. А Петр Ефимович Шелест был человеком, который очень любил Украину. Любил украинский язык. И стал добиваться, чтобы все чиновники, работающие на Украине, говорили по-украински, в том числе комсомольские секретари. Поставил аппаратчиков в труднейшее положение. Потому что многие, конечно же, украинского языка не знали. В силу того, что на Украине живут, жили, живут не только украинцы. Очень он поддерживал язык, поддерживал украинскую литературу, украинский кинематограф. Это вызывало раздражение у многих чиновников. И когда Никита Сергеевича отправили на пенсию, пришел Леонид Ильич Брежнев, то достаточно быстро Шелест почувствовал вот это неприятие. Как-то на заседании Политбюро возник вопрос о том, что один из членов Политбюро побывал в Крыму, говорит, а что там все вывески только на украинском? Почему только на украинском? А там живут русские люди. Кстати, через какое-то время Леонид Ильич Брежнев от Петра Ефимовича избавился. Избавился по двум причинам. Во-первых, потому что Шелеста подозревали в украинском национализме. А во-вторых, потому что Леонид Ильич Брежнев решил подставить во главе Украины человека, которого хорошо знал и безусловно доверял, и знал о его преданности. Это Виктор Васильевич Щербицкий, с которым начинали еще в Днепропетровске, который полностью, еще раз скажу, ориентировался на Леонида Ильича и дружил. И Брежнев сделал то, чего никогда не было. Он сделал Щербицкого председателем Совета Министров Украины и ввел в Политбюро. Никогда, ни у одной республики не было два места в Политбюро. Это был единственный такой случай. Потом Брежнев во время очередного заседания отозвал Шелеста в сторону. Сказал, все, Петра Ефимович, надо тебе, что ты там засиделся, давай мы тебя сделаем заместителем председателя Совета Министров СССР, будешь промышленность курируем. Шелест, конечно, не хотел, понимал, что это понижение, но сопротивляться воле генерального секретаря не мог. Перешел в Москву, потом достаточно быстро ушел на песню, написал воспоминания, еще раз скажу, очень интересной и крайне полезной для всех, кто интересуется, историей. Главой Советской Украины стал Щербицкий. Владимир Васильевич Щербицкий проводил совершенно другую политику. Он говорил по-русски, он выступал против национализма, был очень осторожен, помнил о том, что в Москве внимательно следят за происходящим на Украине, у своих помощников всегда шутя спрашивал, а что на сей счет думают московские бояре. Поэтому ситуация на Украине изменилась. Но надо сказать, это тоже, конечно, должно было бы стать предметом внимательного изучения. Национально мыслящие украинцы никуда не исчезли. Какой бы жесткой ни была политика в отношении украинского национализма, там достаточно жестко себя вели. Там был секретарь такой ЦК Украины, Маланчук, который с железом выжигал всякое проявление национализма, но зашел слишком далеко от него Щербицкий и избавился. Так вот, каким бы ни был этот жесткий пресс, на Украине существовали эти настроения. Выяснилось это только потом. Я должен сказать, что я, читая дневник Олеся Гончара, был потрясен. Я не подозревал, о чем думали и говорили эти люди. Я вам сейчас прочитаю, что на это произвело такое колоссальное впечатление. Известный писатель Алистеревич Гончар писал, «С какой сатанинской силой уничтожалась Украина! По трагизму судьбы мы народ уникальный. Величайшие гении наши, Шевченко, Гоголь, Сковорода, всю жизнь были бездомными. Но Сталинщина своими ужасами, государственным садизмом произошла все. Геноцид истребил самые деятельные, самые одаренные силы народа. За какие же грехи нам выпала такая доля? Олеся Гончар не был диссидентом. Он был абсолютно обласканным советской властью писателем. При Сталине сталинские премии, потом государственная, ленинская высшая премия, герой социалистического труда, глава Союза писателей Украины, секретарь Союза писателей Украины СССР, депутат Верховного Совета СССР, кандидат члены ЦК КПСС. То есть он на вершине советского эстеблишмента. Вот что на самом деле он думал в реальности. И, конечно же, об этом мало что было известно. И сейчас, мне кажется, мы тоже не отдаем себе отчета в том, какие настроения тогда существовали и какую роль они потом сыграют. Потому что когда началась перестройка, началась открытость, то, конечно же, эти настроения и прояснились. Я думаю, что очень дурную роль сыграло то, что советская историография все за такой утюгом выжигала. Поэтому вся история, скажем, украинского национального движения была закрыта. Она обросла мифами, которые заменили реальность. Мифы накладывались на мифы. И уже добраться до реальности было невозможно. И все это, конечно, сыграло свою роль в судьбе Украины. И мало кто понимал в ту пору, какие настроения на самом деле сложные там существуют. А события 30 лет назад, кто помнит, но люди моего поколения развивались стремительно. Но все обратили внимание на то, что сразу после путча 24 августа 1991 года Верховный Совет Украины принял решение о самостоятельности Украины. Ну, и через несколько месяцев Советский Союз перестал существовать. Я назвал только какие-то узловые моменты украинской истории, которые, конечно, надо было бы изучать, чтобы понимать, что там происходит. И я был уверен, скажу вам честно, что у нас в системе Академии наук, конечно же, возникнет целая сеть их научных центров, которые сконцентрируются на изучении тех республик, которые еще недавно входили в состав Советского Союза, наших соседей. Имеющие для нас такое огромное значение. Но вот я помню, на моей памяти, когда в Советском Союзе, когда ухудшились отношения между Москвой и Пекином, то в системе Академии наук создали Институт Дальнего Востока, собрали там профессиональных китаистов по различным направлениям, от литературы, искусства до экономики и политики, и стали изучать происходящее в Китае. Правильно сделали. Вот я был уверен, что такие же центры у нас возникнут в системе Российской Академии наук, но, увы, это не реализовалось, да и сама Академия наук у нас тоже находится сейчас в незавидном положении. Конечно же, мне представляется, что должно быть нашим научным сообществом, экспертным, как теперь говорят, предпринято особое усилие для того, чтобы изучать и историю, и сегодняшний день бывших советских республик, чтобы мы ясно понимали, что там происходит. Конечно же, надо концентрироваться на истории, потому что мы-то с вами прекрасно понимаем, как история влияет на день сегодняшний. И мы с вами точно будем пытаться понять, что, когда и почему происходило. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.